Добрый день, коллеги! Мы продолжаем работать над очень важными вопросами, на наш взгляд, методики преподавания русского языка в начальной школе. И сегодня предполагаем подойти к очень серьезной проблеме. Не думаю, что ее, возможно, будет очень быстро решить. Но все методические приемы, которые необходимо использовать, и те упражнения и способы работы, которые возможны для решения данной проблемы, они в комплекте существуют. Особенно последние два года, поскольку поддержаны электронными формами учебников и электронными формами тетрадей и тренажеров. Это проблема развития речевого слуха, обучающихся на уроках русского языка в начальной школе. Проблема действительно очень важная. От чего? Ну, ведь благодаря речи мы общаемся, передаем собственные мнения, волнения, говорим о своих чувствах, о заботах. И, естественно, мы еще и пишем. Сегодня у нас есть хоть и короткие возможности посылать письма, но они существуют, и они очень быстрые. Это система интернета. Это система через мобильные устройства отправки СНС, которые могут быть самого большого и небольшого, будем говорить, объема. Как позволяют сегодня наши устройства. Поэтому, бесспорно, этой проблематике мы будем уделять внимание. Как-то больше на слуху у тех, кто работает и с дошкольниками, и с детками начальной школы, больше, еще раз повторюсь, на слуху, такое словосочетание, как фонематический слух. А вот о речевом слухе приходится, наверное, говорить и слышать меньше, по непонятным причинам. Поэтому решили эту проблему сегодня все-таки озвучить и призвать к тому, чтобы ей уделялось достаточное внимание, как это сделано в учебниках и тетрадях. Речевой слух – это способность человека точно воспринимать и воспроизводить все стороны звучащей речи. И речевой слух включает в себя и фонематический слух, и звуковысотный, и восприятие темпа речи, и ритмический слух. Так что, как видим, одна из составляющих, она к чему-то больше на слуху, и всегда они переживали. И когда в 70-е годы впервые начали говорить о задачах и целях урока, то в первую очередь в развивающие цели, когда еще очень крупным планом их ставили, ставили такую проблему – развитие фонематического слуха. А вот речевой слух о составляющих компонентах, о которых мы с ним сказали, насколько это важно для практических навыков? Ну, важно. И в методиках пишут о том, что ухо ученика должно привыкнуть живо, быстро, безотказно, почти автоматически регистрировать неправильно построенную речь, предложение ошибки в построении речи, в случае нарушения нормы литературного произношения. А значит, мы предполагаем, ему будет, наверное, и не так сложно, если он к этому привыкнет, работать над письменным текстом, над изложением и над сочинением. Понятно, что все это относится уже к ребенку основной школы. Но если мы не будем работать сегодня над решением вот этих задач и над развитием речевого слуха в начальной школе, буквально с первого класса, то, конечно, эти проблемы не решить. Сегодня нам в этом помогает, например, такая работа, которую называют мониторинговой, но, тем не менее, в школах пытаются выставить отметки, оценить учеников, посмотреть, насколько соотносятся результаты выполнения, я говорю, ОВПР, Всероссийской проверочной работы, эти результаты, и результаты по тем отметкам, которые ученик получил в учебном году. Соответственно, во многих школах уже заметили, что проблематичным оказывается задание, которое дается перед работой с текстом, задание поставить знак удоверения над четырьмя словами. Вот, пожалуйста, мы сталкиваемся со случаями нарушения норм литературного произношения. Хотя некоторые говорят о том, что у нас, у деток, есть проблемы в постановке ударения. Суть ведь не в постановке ударения, ребенок ставит ударение. Другой вопрос, что он не знаком с нормами литературного произношения некоторых слов. Поэтому часть учителей пытаются найти, где тот перечень, из которого черпаются задания вот этого порядка. Конечно, этот перечень в какой-то мере существует. Да, действительно, он в разных комплектах разный. Но на сегодняшний день, когда мы активно можем использовать тренажеры и словари, и в частности, словарь произноси правильно, а мы сейчас к нему обратимся, то проблем этих будет меньше. Мы не можем сказать, что они исчезнут. Они будут, поскольку речевая среда, в которой живет ребенок, это и среда его семьи, это и среда в целом, которую мы называем диалектной, среда того региона, в котором эта семья, уже не ребенок, а вся семья проживает. И бесспорно это сказывается на том, как ребятишки читают и как используют наиболее частотные слова, имеющие проблематику в правильности их акцентологии, то есть постановки ударения. Вот на это нужно обратить внимание. И методисты пишут о том, что навыки речевого слуха оказываются полезными при обучении орфографии. В частности, при пользовании приемом проговаривания. А вот прием проговаривания – это тот прием, с которым мы начинаем работать буквально с периода обучения грамоти в любом комплекте. В нашем будем говорить тем более. Почему говорю тем более? Потому что как только появилась азбука Нелли Георгиевна Агарковой, так действительно на каждой почти странице от начала изучения согласных, от звуков «м», «м» мы начали работать над сравнением двух видов чтения. Одного чтения приемом проговаривания, или так называемое орфографическое чтение, или слоговое проговаривание, и сравнить его с тем чтением, которое мы позже назовем, ребятам, орфоэпическим. А первоначально читаем так, как мы говорим, как мы привыкли произнести слова. И вот сейчас мы посмотрим, как это происходит. Это происходит с использованием учебника. Это учебник азбука. Мы сейчас откроем высокоинтерактивный учебник. Некоторые с ним знакомы были летом, когда работали в библиотеке. В библиотеке электронных пособий. И мы можем обратиться к страничке, на которой увидим вот то, о чем я сейчас говорила. Первый столбик – это слоговой. А дальше идут в каждой строке как раз те возможности, о которых мы сказали. Прочитать способом проговаривания узор. И обнаружить, что когда мы проговариваем по слогам, мы действительно не слышим ударения. То есть нет какой-то особой долготы произношения ударного слога и ударения над этим словом, разделенным на слоги. А вот следующее слово, которое нам нужно произнести, как мы говорим, или позже, уже сказали орфоэпически, там есть ударение. Узор! Узор! Все точно самое мы видим и в последующем. Зима! И не знаем, какой слог ударный, но при произношении, как мы говорим, мы обнаруживаем ударный. Зима! Слышим, что А – это тот звук, который долго тянется. Динамичный идет его звучание, чем у безударного. Он более длительный. И вот эти сопоставления, они, конечно, важны. Важны будут и постоянные упражнения при обучении письму с тем, чтобы ребенок писал медленно, диктуя себе по слогам, проговаривая. И бесспорно, очень важна будет работа с тем пособием, которое есть возможность использовать у нас сейчас даже в демонстрационных версиях. Это пособия тренажеры, диктантов, которые может писать ребенок дома, может писать в школе, в режиме индивидуальном, может писать и целый класс. Мы сейчас с вами услышим, что действительно можно не только писать, но и в устном режиме дать деткам такое задание, которое даст возможность обнаруживать. Кто слышит послаговое проговаривание, вот то, которое мы называем отчетливым, важным для орфографических, грамотного письма, а методисты отмечают, что именно благодаря этому проговариванию орфографическому, ребенок, в первые полтора года, не зная большого количества правил, может, тем не менее, грамотно писать. Вот мы сейчас это услышим. Серый, запитая, ушистый, хочу взять в руки. Что же мы услышали? Мы можем возвратиться и послушать еще раз, потому как по одному звучанию предложения детям, особенно в первом классе, трудно сориентироваться. Какое слово они услышали наиболее отчетливо слоговым способом произнесенное? Хочу взять в руки. Вот эта возможность, она хороша и, соответственно, будет хороша. Хочу взять в руки. Для тех, особенно, деток, у кого мы будем замечать сложности в том, чтобы писать, сориентируясь сначала на чтение учителя, а не хватать ручку для того, чтобы сразу же писать, как только учитель начал произносить. Вот эта работа с тренажерами, такого рода тренажера-диктантов, она очень полезна. И можно упомянуть хитрых Елену Васильевну. Это учитель начальных классов, заместитель директора лицея номер 11 Новокузнецко-Кемеровской области, которая осенью 2015 года, когда в октябре только появились еще на сайте ShopUpbox тренажеры для второклассников, несколько диктантов. И Татьяна Андреевна Бойкова представила, каким образом можно использовать и какие варианты существуют в этом тренажере для письма-диктантов. Вот она с третиклассниками говорит, очень внимательно послушала и спросила ребят, замечают ли они при чтении диктантов те слова, которые произнесены орфографически, то есть отчетливым слоговым проговариванием, чтобы не возникли какие-либо ошибки. И ребятки сказали, здорово, все хорошо слышно, бесспорно тогда и нужно успокаивать тех деток, которые переживают, а вдруг я не запомню и мне быстрее нужно написать. Поясните им, что и запомнит, и сумеет написать при повторном чтении, если первое внимание будет уделено тому, а были ли в предложении такие слова, которые мне нужно будет самому действительно запомнить, как прочитывает учитель и продиктовывать себе таким же образом, проговаривая по слогам. Вот это орфографическое прочтение, о котором нам говорят. В частности, при пользовании приемом проговаривания будет полезно заниматься развитием речевого слуха и его навыками при обучении орфографии. Действительно, это ключевая проблема для некоторых ребятишек. Если мы не будем этому уделять внимание, то, естественно, до деток доходить это не будет. Поэтому вот те диктанты, которые даны для второклассников в количестве 19 слов, в количестве 16-18 слов, а они есть на период повторения за второй класс, они важны. Как ты слышишь? Что услышал? Обменяйтесь мнениями с соседями. Произнесем, давайте, хором, слоговым способом те слова, которые мы услышали в тексте, произнесенные для нашего верного письма. Вот это бесспорно важно. И сейчас мы с вами откроем еще одну страницу, на которой мы можем посмотреть в азбуке работу, пропедевтически выстраиваемую учителем, если он осмысливает важность работы над речевым слухом. Вот при изучении буквы Г ребятки встречают довольно длинное предложение. В нем большое количество имен. В концовке, так и в предложении написано. После длинной черточки. Это имена людей. Ведь каждое имя пишется с большой буквы. Это то, о чем мы говорим и всегда считаем, что это очень важно. И иногда забываем сказать о том, что надо особым способом читать такие предложения, в которых мы видим большое количество запятых. Теперь одновременно хочу сказать об этих самых запятых и о чем бедуют методисты. Методисты даже среднего звена. Они говорят, к сожалению, многие ребятишки не обращают внимания на то, что знаки препинания, они в интонации должны обязательно быть озвучены в зависимости от того, сколько их и какие они. Вот здесь большое количество имен и большое количество запятых. И мы понимаем, что это однородные члены предложения. Конечно, мы не можем сказать об этом пока первокласснику. Но научить воспринимать наше чтение и одновременно читающим деткам предложить скопировать это прочтение. А за счет чего скопировать? Каждое слово должно быть произнесено с логическим ударением. Понятно, что термин тоже сложен для ребят. То есть с особым выделением ударного слога на высоте. То есть не средним тоном, а повышенным. И для того, чтобы следующее произнести повышенным тоном, нам нужна еще и пауза. Вот об этом нужно проговорить. Бесспорно, на это время, в период обучения грамоте есть. Если мы его затратим, то это, конечно, скажется затем при чтении текстов, которые читаем в литературном чтении, которые читаем на уроках русского языка. Скажется и при изучении во втором классе слов названий и признаков. Там встречаются в учебнике такие предложения, когда нужно использовать интонацию перечисления. И мы второклассникам уже можем сказать об интонации перечисления, что в интонации перечисления у нас каждое слово, после которого идет запятая, и на эти же вопросы отвечают последующие слова, мы бесспорно будем произносить с повышением тона и с паузы после него. Вот это я в прошлом году услышала на уроке Антоновой Надежды Дмитриевны в гимназии 40 в Екатеринбурге. Очень интересно работала учитель на уроке со словами названий и признаков, но при этом она, видимо, еще и понимала, что отвечает такой ученик, читает задание к тексту упражнения, с которого можно спросить, насколько ты выразительно нам прочитал, и насколько то задание, которое мы услышали, нам стало понятным. Вот, видимо, так как Надежда Дмитриевна работала над этой проблемой выразительного чтения и понимала, что с этого ребенка можно спросить и получить очень хорошее чтение, она, естественно, его и возвратила к такому прочтению. Он замечательно прочитал. Я нынче дважды на курсах учителям в разных территориях вспоминала добрым словом Надежду Дмитриевну Антонову из 40-й школы, еще раз повторюсь, города Екатеринбурга. И, бесспорно, ребенок прочитал великолепно. Он стал читать. Это слова названия предметов, слова названия действий или слова названия признаков. У него прозвучала перечислительная интонация. И, бесспорно, если ребятишки слушают такое прочтение выразительное уже не от учительницы, а от ученика, и он может это воспроизвести в речи, значит, дети будут неплохо готовы к подобным требованиям и к необходимости использовать эту интонацию, перечисление в четвертом классе. Давайте посмотрим, как это выполняется с помощью учебников в нашем комплекте в четвертом классе. Если однородные члены предложения связаны друг с другом только интонацией перечисления, то между ними ставится запятая. Ну, об этой интонации не случайно здесь говорится и не впервой, потому что это уже, видите, где поставить запятую, а с однородными членами предложения и ребята знакомились за несколько уроков ранее. И, естественно, еще и говорится о модели, о схеме. Ты заметил, заметила, что на схеме указываются запятые между однородными членами предложения. И, соответственно, разбирается предложение и его быстро можно будет проверить благодаря тренажеру и можно и прочитать. Класс будет внимательен, будут внимательно слушать. Итак, второе и третье предложения и разбираем по членам предложения. Немного по-богу я называется. Да, мы видим, что очень быстро через электронные формы учебников можно проверять. Очень несложно возвратиться к тому, чтобы разбор сделать правильным. Лежал на чем и лежал где. Раз задаем и смысловой, и падежные вопросы, а значит, это должно быть вот так. Но теперь, так как я первое предложение не разбирала, вы видите, мне там компьютер указывает на ошибки. Ни одно слово не разобрано. Читать возможно, разбирать возможно и бесспорно говорить о том, насколько грамотно мы прочитали. Это вот очень серьезно. Но вернусь к однородным членам предложения. Несколько раньше это изучалось. И мы с вами увидим, что предлагается опять же, ты читал предложение с интонацией перечисления, а заметил, заметила, в каком случае между дальными членами ставится запятая, а в каком нет. И здесь вновь есть возможность повторить орфографию, очень серьезно заняться разбором предложений, проверить очень быстро и опять же не только подчеркнуть, но и перечитать так, чтобы интонационно верно были прочитаны данные предложения. Замечательно и та ситуация, которую мы сегодня упоминали. Это ситуация, связанная с чтением через словарь произноси правильно. Я сейчас здесь же отыщу рабочую тетрадь. Ну вот, возьму тетрадь номер один для второго класса. Это тетрадь, которая содержит особенность в отличие от тетради бумажной. Какую особенность мы сразу с вами заметили. вот я содержание листала, прошла через все содержание тетради, хотя в бумажной тетради ее содержания нет. И в бумажной тетради, с которой многие знакомы в школах, может быть, детки, нет, если у них нет, то вот в электронной тетради есть та часть, которая в бумажной отсутствует. Это словари. Такая часть словари существует в учебниках, в электронной форме или в бумажной форме. Во второй части учебника русского языка есть словари. И воспользоваться словарем произноси правильно мы можем. Так вот, большое удобство тетради электронных не бумажных. Это как раз таки использование словаря произноси правильно. мы его можем открыть и по символу обнаружить, что любое из тех слов, которые встречаются в речи у нас и вызывают какие-то затруднения, мы можем услышать. Можем бант, банты, банда. Добыча. столяр, свитер. Это очень удобно. Если есть электронная тетрадь, то действительно мы можем очень активно использовать для того, чтобы ребенок мог точно воспринимать и правильно воспроизводить те слова, которые вызывают сложности при чтении и при произношении. Вот взять взять в силах взяли. Это глаголы прошедшего времени, которые очень часто вызывают проблематику. И внутри самой электронной тетради мы видим вот кнопочка, которая показывает мне. Раз есть Г, П, речь идет о «говори правильно». И я могу понять, понял, поняла, ждать, ждал, ждала, ждали. И соответственно прочитай предложение, покажи, сударей на каком слоге надо произносить. Ну а так как перед ребенком в тетради и есть символика ударения и можно еще раз прослушать, то соответственно выбор будет верным. Ждать, ждал, ждала, ждали, понять, понял, поняла, поняла. поняли. И проверим. Значит, действительно, электронные формы и учебников, и тетради сегодня в классе и дома могут сопровождать работу ребенка над тем, чтобы он проверял, слушал. А услышать для ребеночка очень важно и обнаружить, может быть, может быть, что существует какая-то разница в том, как он произносит, как произносят вокруг него и как нужно произносить. вот это очень важная ситуация. Давайте посмотрим учебники для второго класса и обнаружим целые упражнения, то есть не просто обрывочные какие-то слова через запятую, либо вот как мы сейчас смотрели, слова, которые нужно в отдельное предложение вставить, а посмотрим связанный текст, в котором есть возможность поработать над тем, какие слова мне сложны окажутся, как я хочу проверить, а с какими я считаю, что поработаю удачно. Извините, пожалуйста, я немного вас заставлю здесь ждать. На ту кнопочку нажала. Второй класс и в высокоинтерактивном учебнике мы посмотрим упражнения, в котором большое количество слов. Ну вот я насчитываю где-то их 9. в которых нужно проверить и как произнести с каким ударением слова и как произнести буквосочетания с какими звуками мне нужно будет их произносить. Вот это важная работа и мы сейчас посмотрим как это предлагается сделать. Слова названия предметов разного рода. Нам нужна вторая часть вот она вторая часть и мы войдем в учебник. В учебнике а мы сейчас обратимся к сорок пятому упражнению через нужную нам кнопку вот вот оно сорок пятое и постарайся прочитать прочитать текст правильно не сделав ни одной ошибки в произношении слов выделенных цветом проверь себя по словарю произноси правильно ну здесь первое это скворечники скворешники а раз можно проверять по словарю и можно и обратиться к нему не обязательно после того как вставил можно сделать это несколько раньше то ребенок может отсказывать и слушать километр позвонить позвонит позвонил позвоните позвонят вот такую возможность дает интерактивный учебник с озвучиванием с обращением к словарю и бесспорно это очень удобно в конце концов можно после этой работы когда ребенок сам себя перепроверил и попробовал полголоса перечитать с правильным ударением и с правильным произносением муквосочетаний то они могут соседи друг друга послушать насколько правильно звучало такая работа есть и у ребят в четвертом классе и это очень выгодная работа на сегодняшний день но этого мало в четвертом классе мы еще работаем над серьезной проблематикой связанной с тем как используются слова которые мы не называем числительными но говорим что слова в которых встречаются ошибки это оба обе и действительно есть необходимость с этим поработать давайте посмотрим как это сделано в учебнике четвертого класса открываем первую часть в повторении пройденного а это почти концовка учебника мы найдем повторение пройденного вторую часть войдем в нее и здесь мы видим что нужно произносить слова и обнаруживать где место ударения в словах в одних словах на первые слога других на вторую третью на третий слог разделить нужно слова в итоге на три группы но это отдельные слова и это именно та работа которая похожа на предложенную во всероссийской проверочной работе только там предложены четыре слова здесь намного больше и с разбивкой и можно моментально проверить поэтому мы сначала берем на первый слог и нам нужно желтый цвет взять поэтому мы берем попробуем называется выполнять и соответственно попробуем где-то не справиться а где-то справиться где ударение падает на третий слог это сиреневый я взяла голубой на первый слог ну ошибусь и беру сиреневый там где на третий слог ой простите пожалуйста умудрилась еще и скинуть сиреневый на третий и и все и и и и Ну, мне очень быстро компьютер проверяет, я вижу ошибки, если я слова еще какие-то себе выписывала, которые вызывают сложности, то я бесспорно их буду проверять по словарю. А кнопочка, которая показывает колокольчик, она мне быстро приводит в словарь. И я могу смотреть и слушать. Звони. Звонишь. Звоните. Звони. Звонят. Документы. Звони. Столя. То есть не ошиблась, да? Вот эта ситуация, которая позволяет подвести некоторые итоги тому, что делали ребятки в течение четырех лет, как они работали со словарем в произноси правильно. В четвертом классе его называют архоэпическим словарем. И насколько частотность использования слов, включенных в этот словарик, а они включены, коль в словарик включены, они и в большом количестве упражнения. Поэтому есть вероятность, что у детей какой-то навык использования этих слов уже складывается. Ну и посмотрим ту ситуацию, о которой мы с вами говорили. Это по поводу оба-обе. Что здесь нам предлагается. Извините, возвращусь. Не ту кнопочку нажимала. Ты, Мишка, в обеих случаях допустил ошибку, сказал Петя Захаров. А лучше бы ты этого не говорил. Рассмеялся Костя Погодин. Во-первых, Миша ошибся три раза, а не два. А слова оба и обе указывают на число два. Во-вторых, надо говорить в обоих случаях. Ну-ка, почему же в обоих, а не в обеих, постился Петя? Ты сейчас сам это поймешь, Петр, сказала Ведокия Васильевна. Выбор формы оба или обе зависит от того, с какими существителями эти слова связаны. Сейчас я покажу вам это на доске. Ну и мы эту доску, соответственно, видим. С существителями какого рода используется слово оба. А какое слово из двух используется с существителями женского рода. И очень интересная еще идет формулировка, которую высказывает Таня Перова. Я догадалась. Если слово связано с существителем первого склонения, то мы говорим обе, обеих. А если существительным второго склонения, то говорим оба, обоих. Ты соглашаешься с Таней? Проверю ее ответ с помощью других существительных первого и второго склонения. И сразу же. У меня два вопроса к Тане, сказала Эдракия Васильевна. Какое слово мы будем использовать, если оно связано с существительным третьим склонениям, например, со словом и тетрадь. Как будем говорить оба тетради, обоих тетрадей или обе тетради, обеих тетрадей. Вот выбери, да? Проверим. Ну, верно выбрали, да? И далее. А такой вопрос. Какое слово? Оба или обе нужно выбрать, если оно связано с существительным первого склонениям мужского рода. Например, со словами парнишка-дедушка. Как будем говорить оба парнишки-дедушки, обоих парнишек-дедушек или обе парнишки-дедушки, обеих парнишек-дедушек. То есть выбор существует. Проверяем. Ну, посмотри еще раз, как изменяются слова оба и обе и как их выбрать. Ну, опять надо возвращаться вот к этой доске. То есть ребенок, который знает, что есть в учебнике. И при необходимости учитывать, что я буду использовать эти сочетания в каких-то текстах, которые я составляю, ребенок может в бумажном учебнике закладывать себе бумажные закладки. И помнить, где они у него стоят. Например, можно сделать голубые на те случаи, которые вызывают сложность при постановке ударения и при выборе каких-то форм. То есть те, которые связаны не с написанием, а именно с произношением. Ну, а, например, взять малиновые или розовые закладочки и положить в тех случаях их, когда нужно выбрать, как правильно писать. Вот необходимость пользоваться активно этими пособиями, конечно, существует. Поскольку речевой слух, это способность человека, мы уже говорили, точно воспринимать и правильно воспроизводить все стороны звучащие речи, он бесспорно важен для нас. И очень хорошо, что мы обращаемся при этой работе к текстам. Тексты – это очень серьезная помощь детям. Почему мы говорим вот так, серьезная? А потому что ведь они не отдельные предложения составляют. Когда они выполняют задания на всероссийской проверочной работе по окружающему миру, например, им предлагают составить текст на выбранную имя тему или об особенностях того региона, области, села, города, где они живут, рассказать о нем. Или, например, о дне Конституции, ну, если ребенок выбирает. Ему предлагают составить предложения, которые связаны по мысли, связаны с темой выбранной им. И эти предложения, естественно, должны быть правильно оформлены с точки зрения вопросительные ли знаки в этих предложениях, точки, восклицательные знаки. Не случайно дети, начиная со второго класса, ознакомятся уже с предложениями по цели высказывания и видят, как важны знаки препинания в конце предложений. Они же не случайно их учились читать еще в период обучения грамоти, работали со знаками. Поэтому вот именно тексты часто используются для той работы, где нужно вставить знаки препинания, которые нужно прочитать, использовать, и паузы, и интонацию перечисления, и восклицательную. Здесь ведь написано сразу к 23 упражнению в задании. В тексте не все в порядке. У двух предложений отсутствуют нужные знаки. А еще в двух предложениях в конце стоят не те знаки, которые должны быть. Просмотри текст. Потом прочитай его, чтобы с помощью паузы, интонации, перечисления и восклицательной интонации покажать, где какие знаки должны стоять. Текст попутеленный. И он, в общем-то, сегодня важен для нас. Ведь природу нам нужно беречь. Мы хотим быть здоровыми. И мы хотим отдыхать на природе. А поэтому очень хорош вот этот текст. Животные в лесу у себя дома. А люди в лесу в гостях. Без разрешения хозяев пьют воду из родников. Собирают грибы, ягоды, орехи. А лесные жители добры. Они любят свой зеленый дом. Здесь все растет, цветет, дышит, поет. Будь хорошим гостем. Учись читать лесную книгу. Если ребеночек побудительные предложения знает со второго класса и пользуется ими в текстах, а текстов достаточно много в учебнике русского языка, и поддерживается эта работа на уроках литературного чтения всегда, в том числе через учебник русского языка по развитию речи, мы над этим работаем, то можно проверить, правильно ли я читал и правильно ли собираюсь расставить знаки. Вот, пожалуйста. Мы нажали кнопку, и мы обнаружили, да, побудительные предложения. Будь хорошим гостем. Учись читать лесную книгу. Они на самом деле имеют восклицательные знаки. Мы нередко побудительные предложения читаем именно со восклицательной интонацией. Хотя иногда они могут быть с интонацией понижения, то есть с интонацией точки. Вот все эти моменты очень важны, поэтому в презентации, которую я сегодня немножечко листала, я показываю, что есть третья часть словарей в тетрадях, что есть возможность получить доступ к демонстрационным версиям, познакомиться с тем, как они выглядят. У нас в нынешнем году еще можно работать в читальном зале, онлайн читальный зал на этом же сайте Shop.Akbox и поработать с разными учебниками, посмотреть, что они из себя представляют, чем мы можем воспользоваться. И бесспорно, вот я не случайно сделала скриншот с тетради по русскому языку для второго класса, потому что если ее нет в бумажном варианте, то было бы неплохо иметь электронную форму этой тетради, ибо во втором классе очень серьезная работа ведется в этой тетради по азбуке вежливости и по работе с текстом. Здесь мы поэтому встречаем в тетради, в ее содержании, такие разделы. Азбука вежливости, как писать письмо, и тема, основная мысль, и главное переживание текста. Азбука вежливости и как писать поздравления. Это достаточно серьезные темы, которые дают возможность ребенку поработать самостоятельно. Все-таки учебники, хотя в них содержится богатый материал по этой тематике, они не принадлежат ребенку. В них мы ничего не пишем, мы не можем переставлять там что-то с помощью карандаша, обводя и так далее. Все это мы сможем сделать в тетради. И одновременно, если хотя бы в электронной тетради ученек работает, то он имеет возможность проверять себя и исправлять неточности, понимать, в чем оплошность работы с текстом, с определением основного мысли, с главным переживанием автора. И естественно, замечательно, что здесь же есть словари, потому что важен толковый словарь для такой работы. И важен словарь произносить правильно. Поэтому я полагаю, что у нас будет такая возможность в школах все-таки использовать решение этой проблематики, развитие речевого слуха. Он действительно важен для практических навыков. Ну и вот здесь Ломезова, который занимался и в 60-е, и в 70-е годы, и в настоящее время все равно к его наследию в методике обучения русскому языку обращаются и в основной школе, и в старшей школе. Под развитием речевого слуха действительно понимается развитие способностей умения и навык отслушивающего через такие элементы интонации, как ударение словесное и логическое. Мы сегодня их касались. Паузы различной длительности характера, мелодику тонна, то есть не сходящая интонация на точку, а повышение ее голоса, если это либо вопросительное, либо восприкицательное. Это темп речи и темп голоса, то есть его окраска, а это очень важно для умения передать чувства и улавливать их, и воспринимать мысли, чувства говорящего и читающего человека. И наоборот, развитие способностей и умений навыков говорящего и читающего через эти же речевые интонации полно, ярко передавать мысли и чувства слушающим. Это важный момент. На него необходимо, конечно, обратить внимание. И мне думается, что те школы, которые сегодня активно используют электронные пособия, они могут показать своим коллегам уроки. Ну, например, в том же Екатеринбурге в феврале прошлого года, я была на замечательном уроке. Это был всего лишь второй урок за мои 12 лет на одном учебном году урок по развитию речи. Его давала учитель в четвертом классе Тараканова Ольга Анатольевна. И тема была аннотация, великолепный урок. Причем я удивлена была, говорю, а что, некому было еще дать открытый урок. Я понимаю, что целых 4 урока давала школа сразу на семинар, но, оказывается, Ольга Анатольевна вела, не знаю, может быть, и сейчас ведет два класса. И тем не менее она дала такой урок. А накануне, вот в 15-16 учебном году, в апреле, по-моему, Ольга Анатольевна давала используемые электронные пособия урок математики. Я это потом увидела. Оказывается, она очень активно работает с электронными пособиями. Значит, в 120-й школе можно посмотреть, каким образом они работают. И вот второй урок, а точнее он в учебном году, 16-17 года был первым для меня. Это урок, который давала в 43-й школе. Учитель тоже в 4-м классе, Марина Михайловна Ловакова. Это текст рассуждения. Тоже великолепно читают ребятишки. Очень хорошо укладывается работа с тем учебником, который существует по развитию речи. И ребята очень хорошо умеют определить и тему, и основную мысль. И не испытывали затруднений у Марины Михайловны с тем, чтобы активно читать и действительно передавать чувства и пояснить, где же в тексте находятся рассуждения. Вот умение передать мысли сидящего под кроватью ребенка и его чувства, с которыми он ведет рассуждения сам с собою, оказавшись закрытым в комнате, да еще под кроватью. Замечательные уроки. И вот опять же скажу, что, к сожалению, за 12 лет я всего-то посмотрела три урока по развитию речи. И вот два из них наказались в прошлом году. Причем в том и в другом классе оба учителя показали замечательные результаты с ребятами. Поэтому я думаю, что они могут рассказать, как и Антонова Надежда Дмитриевна, что делают для развития речевого слуха и насколько помогают им в этой работе учебники, рабочие тетради и те задания, которые выстроены в учебниках. Я думаю, что к этой теме возможно будет вернуться еще конкретно по каким-то классам и определенным темам, посмотреть целую систему и возможно привести примеры, наверное, уже с уроков. Поскольку некоторые банки уроков учителя присылают записи уроков, как-то есть. Я думаю, что это будет интересно и полезно. Спасибо большое за внимание. Если будут вопросы, мы готовы будем на них ответить и поучаствовать в обсуждении этой проблематики. Спасибо. Спасибо. Спасибо.